В ходе поездки в Голорубский район президент Аслан Жаня посетил Допукхэт, где еще летом из-за либневых дождей река Кудрохучи вышла из берегов и подмыла мост. В результате пять сел оказались оторваны от центральной трассы. На месте оперативно была установлена временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам. По словам главы района Аслана Баратыря, по составленной смете реконструкция моста обойдется в 5 миллионов рублей. Далее президент осмотрел дороги в Голорубском районе, ремонтируемые в рамках инвест-программы. По улице Багба-Багатыра протяженность заасфальтированного участка дороги составляет тысячи метров. А вот в поселке Агудзера по улице Курортная асфальт уложен на двух километрах дороги. Глава государства осмотрел и центральный рынок Агудзеры, где также были проведены работы по асфальтированию площадки. Агудзера по улице Курортной асфальт уложен на улице Курорахстана. Аслам Жаня также осмотрел и прибрежную зону поселка Агудзера. Затем президент направился в поселок Мясниково. Протяженность дороги полтора километра. Осталось уложить асфальт на участке в 200 метров. Эта дорога именно Мясниковская предусмотрена была в 2022 году. Но по просьбе жителей они обращались к депутату парламента Саиду Харази. Он уже обращался и в УКС. Я не знаю, наверняка и к главе государства обращался. Затем мы обратились к подрядной организации с просьбой, потому что им сейчас в этом году эту дорогу никто не оплатит. Попросили, они сделали в счет того, что им оплатят в следующем году. Сейчас дорога до центра Мясниково полностью сделана. Таких дорог у нас три. Это Мясниково, Заречная и Морская. Все три дороги, которые были предусмотрены в 2022 году, мы сделали в этом году. Глава государства также осмотрел и военно-сухумскую дорогу. Здесь асфальт проложен до центра Мархеула. Протяженность отремонтированной дороги 8 километров. После осмотра объекта в Асламжане провел совещание в администрации Гулрубского района.